Привет, зритель! Как ты знаешь, я всё ещё болею. Ну, те, кто знают и следят за каналом, знают, а кто не знает, ну вот теперь и знали. Но не мог не записать, что-то вот захотелось мне записать. Только вот ваши лайки у меня ещё тёмненькие. Я ездила в Ярубултур забирать документы на Абхазию, меня ещё сагитировали. Съездить в Сочи зимой дешевле, я видела, что зимой дешевле, вдвоём так вообще дешевле, по пять тысяч срыла получается. Но где бы найти кого-то, кто поедет со мной вдвоём? Потому что вот я подумала, одна у меня, у неё вечно нет денег, но есть куча тех, кого ей приходится содержать. Обычно мужик жену содержит, а не наоборот. А тут с мужиком не повезло. И, видимо, из серии «Лучше терпеть такого мужика, чем жить одной», «Лучше жить одной, чем терпеть такого мужика». У другой есть мужик, и втроём я как-то... Ну, с ней я ещё бы съездила, мы раньше вместе путешествовали, но с её благомерным вкупе лучше никак вообще. Лучше вообще... Ну уж нафиг. Плюс она, скорее всего, работает. У другой есть, конечно, мужик, но он работает, и у неё, скорее всего, тупо, как обычно, не будет денег. Или будет, ну, не знаю, в общем. Мы с ней никогда вместе ещё никуда не ездили, хотя давно знакомы. Ну, третий лучше про неё вообще не говорить. Она так, это... Даже не поймёт прикола, зачем куда-то ехать. Ну, и вот как-то вот... А одной, ну, на... Короче, 8500 на 5 ночей, 6 дней вместе с двухразовым питанием. Сейчас вот где-то между январь и февраль. Ну, я пока болею. Короче, я как бы давно хотела периодически в Сочи, ну, сейчас села и домой ехала, и саму себя убеждала, что в любом городе, если есть пляж, то люди в летний период пляжа тусят на пляже и никуда не шастуют. Но это те люди, которые их обычно ещё называют овощи, которые, ну, вот вышли чисто на пляжу, вообще им ничего не интересно. Но и при этом, думаю, вот ездила я, когда последний раз единственный на теплоходе, космонавт Гагарин, уже 5 лет назад практически, и там было несколько городов, про которые я, знаете, не знала, но они, оказывается, довольно интересные. В общем, в любом городе, я считаю, есть что-то, что можно посмотреть и погулять. И, наверное, Сочи не только курортный город. Ещё меня в Крым агитировали тоже, типа, зимой дешевле, а я ещё так подумала, ну, в Крыму я уже когда-то там в детстве 100 лет назад была, ну, Крым когда-нибудь потом. Ну, в общем, мне надо было коту купить что-нибудь, пожрать и себе заодно. И внезапно я зашла сначала в Афоню, Афанасий. Ещё мне сказали, ну, сегодня меньше говорить. Вот сейчас будет эффект. А вот что я говорю. У меня, благо, не попалось никаких знакомых или, типа, того, особо жаждущих поговорить на улице. Ну, и поэтому на улице я практически всё время молчал. Там просто человек меня что-то спросил один. И ещё я зашла в эту самую, в Тиксю. И внезапно в Афоне был, я думаю, ещё с товарищем посоветовала, думаю, если коту купить собачий корм для щенят, он его сожрёт или нет? Потому что у нас в местном магазе, последний раз, когда я покупала во вторник корм коту, этот Китикот, уже как бы, во-первых, он его уже сожрал. А во-вторых, там выбора почти не было. Одно, да, так, а мне силы не хватит доехать. Хоть у меня с утра было 36,2, температура практически нормальная для меня. В общем, я буду доставать, что достанется. Это обзор покупок из двух магазинов. Так вот, там был корм фирмы, которая производит ватные диски. Пакетик от них будет пустых баночков. Эта фирма производит шикарный кофе в зёрнах. А ещё эта фирма производит... Да, зевнуть-то тоже надо. Вот, кстати, вот не зевала все эти дни. Правда, я тут пару ночей не спала, зато спала днём практически постоянно. Или спала как-то почти постоянно, ну, с просыпом. В общем, ещё эта фирма производит бумагу для принтеров, хорошую, кстати. В общем, вот паштет Егорьевский. Что-то он по скидке был. У меня одна покупка на 300 с чем-то вышла, и другая также примерно, плюс-минус. Егорьевский, он был по скидке 59 с копейками. Срок у него до 10 февраля, а он мне нравится. Бывает потемнее баночка, бывает посветлее. Там состав хороший, я уже как-то такое обозревала. Но я его советую. Да, я, наверное, давно не делала эти съесть или выкинуть. Я что-то всё выкидывала, да потом заболела, всё выкидывала. Ну, будем считать, что в некоторых местах, когда я рекламирую что-то по собственному... Когда я, короче, покупаю и рекламирую вот как сейчас, то можете считать, что это уже не дошло до съесть и выкинуть. Это уже вот, ну, советую, советую. Годами опробованный паштетик. Вот тут увидела в афоне какие-то фигнишки. А вообще там были круассанчики, одни были твёрденькие с шоколадом, а другие были мягонькие с карамелькой. Вот что-то как-то я, видимо, хотела с шоколадом. В итоге я купила вот эти фигни с карамелью. Завиток карамельный, сегодня взвешенная. До 7 февраля может дожить. 272 грамма, 245 рублей килограмм. И вышло оно на 66 рублей 64 копейки. Чего же я завать-то стала? Хорошо, не чихаю. Это я покупала... Да, вот это я покупала в афоне. А это я покупала в пятёрке. Там сейчас идёт по 56 рублей с копейками пачка в 340 грамм. Традиционная, обычная и юбилейная. Вот это, ну, традиционная юбилейная и традиционная. В смысле, юбилейная с овсяными хлопьями. Я что-то так думала, а, печенье у меня как-то есть, а вдруг я про него забуду. Последний раз, когда с овсяными хлопьями покупала, у меня половина пачки гости схомячили, половину я про неё... Ну, позабыла про неё. А это по 14, ну, грубо говоря, 15 рублей. Вот если 3 такие пачки сложить, всё равно дешевле. Вы хотите большую покупать. У меня купилась одну вот эту традиционную. У меня, конечно, есть зефир. Я про него вообще забыла. Я его в микроволновке грела два раза, но он у меня вообще высох уже. Его, наверное, только в фондюшке осталось растопить. Такой белорозовый кружочками, клюквенный в нашем Тверском покупала. Но что-то я увидела мягкий ванильный зефир тверской. Зефир твер ванильный. Вчера его упаковали. До 23 февраля он может жить. 45 рублей 54 копейки он вышел. 276 грамм. 165 рублей килограмм. В общем, вот такой вот зефир в Тверском. Фу, в Афанасии, ё-моё. Тверскую зефир в Афанасии. Взяла себе три грушки. Пакет они уже порвали. Не помню, по чём грушки. Вроде 139 килограмм. Сказала, не помню. Ну, где-то вот я чек глянула ещё. Не знаю, полчаса назад уже. У меня просто чек в красном кошелёчке, а он в сумке. Хотя в сумку я тоже буду залазить, потому что там тоже что-то лежит. Короче, вот три груши я себе взвесила. Это купила, в смысле, в Дикси. Это потому что я чё-то на грушам проникла. Вот тут у нас. У нас тут есть банан. А ещё чё тут у нас. А ещё мне надо было купить курицу. Я хотела парочку взвесить где-нибудь этих, ну, как их там, бёдрышки, не бёдрышки. Голени. Но чё-то как-то вот в самом Афанасии какое-то мясо перемороженное было, я не рискнула. Плюс ещё переклеено, видимо, срок годности прошёл, а так как всё равно замороженное, его как-то перезаморозили. Я купила суповой набор, он 69 рублей за килограмм. У меня что-то меньше вышло. Тут 711 грамм. Посчитайте, кому не лень. 21 января он свояен, и до 30 января он живёт. Набор для супа своя куриная фабрика, ферма. Кусочки полуфабрика, из мяса цыпля от бройлеров натуральный, кусковой мясо, костный, охлаждённый лоток. В общем, такая хрень. Я сейчас думаю, из половины, наверное, сварить себе бульончик. Сухариков у меня вроде нету. Можно, конечно, сварить сухарики, а можно и без так. И хотя мне ещё немножко лапши есть, казанской. Вообще, я думаю, когда она закончится, делать уже наконец-то свою, вот, по рецепту этой бабушки своей. Ну, домашнюю, типа, лапшу, там, две сколубки молока, две жёлтка и стакан вроде муки. Как-то так. То мне всё руки не доходили. Так. А это вот. Я что-то, я вообще, ну, так, смотрю, думаю, надо же там вроде китика. Китика что-то дороже, чем даже в нашем магните. А наш магнит дороже, чем магнит, допустим, солнечный. 196 рублей вроде, 2 килограмма 400 грамм. Примерно так же, сколько вот в Ашане раздевает стол. Столько же весит. Только состав тут, ну, получше, допустим, чем в Ашане. Даже, по-моему, он получше, чем в этом самом, ну, вот в китик этой и вискосе. Сухой корм должен оставаться в миске в течение, в миске, оставаться в миске в течение всего дня. А рядом с миской должна находиться свежая вода. Молодым кошкам корм можно давать с молоком. Корм также можно смачивать водой или бульоном. Фига себе. При переходе на новый корм следует постепенно увеличивать его содержание в составе привычного рациона животного, примешивая порцию нового корма к тот корм, к которому ваша кошка привыкла. Наша кошка привыкла иногда у хозяина что-нибудь с кому не едить. Причем даже то, что кошки вроде не едят. Причем если ему потом дать, это то, что он с кому не ездил, он уже есть не будет. В общем, вот внезапно. Я хотела сначала его сфоткать, выложить его на страничку канала, вот там, в то место, где сообщество, типа эта стена, как я сегодня фотку, меня выкладывала. А потом думаю, думаю, да нафига, я что-то пришла, пока шла, думала, у меня часть головы думала про сочи, часть головы думала про этот корм. Дошла я, короче, до дома и поняла, что на чем мне обозреть. Так, сумочка, иди сюда. Интересно, у меня в сумочке есть этот? А у меня тут телефон. Есть у меня в сумочке сопливчик. Короче, 307 рублей 18 копеек, это Афанасий, 393 рубля 37 копеек, это у нас Дикси. Это у меня тут просто сообщение от карты. Пришли. Че, уже унюхал, да? Уже унюхивает этот самый пакетик с этой едой. Тут курица, свали нафиг. Не дам тебе мою курицу. Вообще, ты ее, по-моему, не знаю, а это ты, да. Если ты это нюхаешь, значит, ты, видимо, ее сожрал бы ее. Тише, иди в жопу. Можешь какой-нибудь кошке. Была по скидке икра, которую я уже брала. В принципе, вот она, хоть мне там и сказали, что масло подсолнечное добавляют, чтобы сухие икринки размочить, но она же и в замороженных икринах делается. Так что замороженные икринки размачивать вроде как и не надо. Вполне себе, кстати, ничего. Икра была вот эта. 159, она там сейчас идет по скидке в этой самой Дикси. Срок у нее вполне нормально. Сделан она 17 декабря, как я уже говорила, из замороженного сырья. Я думаю, ой, я же хотела лаваш купить и сделать бутербродов себе скрученных. Но, видимо, так как я вообще забыла, что-то сейчас только вспомнила. Хотя в магазине еще помнила. Короче, она будет просто сделать бутерброд с черной, этой самой, с хлебушкой. Так, что у нас тут еще? А, я себе купила авокадо, он по весу был. Ну, по весу он, короче, вышел на 45 с копейками. Он такой мяконький, но он полежит, я его потом сажу. У меня был тогда авокадо из пятерки купленный на вес такие перед Новым годом, четыре больших штуки. Я про него забыла. А он почему-то был, видимо, недозрелый, хотя с виду был зрелый. Короче, какой-то бракованный авокадо. И, в общем, он у меня умер смертью храбрых, потому что я его поела, потом забыла, потом совсем забыла, а потом он умер. Ну, так и не дозрел. Так, а тут у меня бумажка, без которой я букашка. Основная часть документов на этот тур. Ой, перчаточки. Кошелечек, и никсовая помада. А есть платочек-то, какое счастье. Че ты там коммуниздишь? Обезьяна, в смысле кот. В общем, вот такой у меня обзор. Всем спасибо, кто осилил. Не болейте, или поправляетесь, или вы сами такие же, как я. Кстати, смотрите, очки стали нормального цвета, отфотохромились. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.